Друзья, я сейчас в некоторой такой огрубленной, саркастической форме расскажу, насколько наш мозг паразитирует над нашим телом. В этих цифрах нет ничего ложного, просто они немножечко поданы с гротеском. Подача для того, чтобы мы точнее поняли, через вот эту эмоциональную составляющую, поняли, насколько прожорлив наш мозг. Наш мозг в основном, прикинем, полтора килограмма у каждого человека. Тело, прикинем, килограммов так 80, ну тоже в среднем, на всю массу биологической вот этого человечества. И вот давайте посмотрим, когда наш мозг, ну ленится, лежит на диване, в каком-то состоянии транса, он потребляет всего 7% энергии, которую имеет человек. Когда мы начинаем о чем-то задумываться, думать или решать какие-то сложные задачи, когда наш мозг начинает функционировать активно, то наш мозг потребляет до 25%, 25%, полтора кило от всего тела потребляет этой энергии, которую мы, ну с таким трудом получаем от колбасы и других продуктов, воздуха, энергии и воды. А наше тело 80 килограммов, ну больше, мозга, ну больше, чем в 40 раз. Конечно, у нас сердце, печенка, селезенка, печень, почки, каждый этот орган потребляет часть своей энергии. Но мы не будем говорить, как это распределяется, энергии между этими органами. Некоторые там спортсмены начинают тяжести таскать, другие бегают, а третьи просто копают. И на каждую этот килограмм тела, давайте вот так вот, средняя температура по больнице с учетом морга. Вот на килограмм тела разделим. Сколько же приходится энергии, когда человек мыслит, ну так более-менее, не шибко, но мыслит. Вот сейчас вы смотрите и слушаете. Так вот, на ваш мозг приходится не менее 20%, когда вы сейчас активны, а на каждый килограмм тела до 1%. 1% на каждый килограмм тела. Вы представляете? Пожиратель энергии – это мозг, еще раз повторяю, это огрубленный, это средняя температура по больнице с учетом морга. Конечно, сердце потребляет там больше, а если вы поели, то желудок тоже много энергии потребляет, а если вы двигаетесь, то мышцы потребляют больше энергии. Но мы говорим на килограмм тела, так вот усредненно. Вы представляете, какой прожорлив мозг? И самое главное, он еще ленив, он старается как можно меньше тратить энергии. И вот это важно понимать. Понимать в работе над осознанием того, как функционирует ваш мозг, как функционируют эмоции, как вы живете, как вы выстраиваете свою жизнь. Вот это нужно знать. И время от времени подкармливать свой мозг. У мозга много чудес разных, и вообще наш мозг – это целый космос, и мы о нем будем говорить, об этом космосе. Но мы сейчас говорили только про пожирание энергии. Так что от каждого куска колбасы мозг забирает почти четверть, а тело достается, ну вы уже знаете, меньше процента на один килограмм тела. Вот так вот. Продолжение следует...